всем привет с вами александр стречников и как всегда на моем youtube канале сегодня мы пришли на территорию больницу мечникова это город днепр и здесь мы нашли столовую называется ежа столовая зашли мы сюда попробовать их не блюдо естественно взяли первое второе бюрштекс эспрессо и так дальше небольшое заведение есть еще пирожки там всякие гречневые каши то есть как столовая давайте посмотрим что мы взяли лишь сразу по ценам где-то за все можно посмотреть все это заплатили мы 170 гривен цены за 100 грамм там разные 25 гривен бюрштекс там 35 гривен 25 винегрет так дальше все за 100 грамм там такие вот цены высчитывать мне просто посчитали все и сказали 170 гривен все примерно так 25-35 гривен 100 грамм то есть сколько ты набираешь по граммов там столько ты заплатишь давайте посмотрим что мы взяли взяли мы уберем это все взяли мы больше давайте посмотрим борщ посуда пластиковая кусочки мяса курятина кусочки картошки такой видно не наваристый но нормально плотная посуда тарелки не просто пластиковые тонкие такие хорошие тарелки хорошая пластиковая посуда давайте попробуем больше по вкусу чуть перчинки баланский перец на первом месте почему-то видно сюда добавлен баланский перец но такой вот не очень насыщенный но такой нормальный по вкусу бульон давайте попробуем мясо курять она мягкая борщ все нагревают и так понимаю что они здесь готовят а сюда привозят просто из какой-то столовой или кто-то готовит ну это столовая ежа вход в больницу мечников сразу заходите написано ежа вначале думали что это магазин я не знал что столовая и зашли здесь можно покушать борщ такой где-то ну может быть ну честно скажу на 4 с минусом борщ по 5-бальной шкале видим на баланский перец такой кусок нормальный думаю что такой вкус баланский перец вот он баланский перец кусок не маленький кусочек по густоте нормальный по вкусу где-то 4 с минусом так вот борщ греют они все у меня кровановой печи давайте уберем борщ возьмем картошку картошку запеченная вот она картошка запеченная опять все мы говорим за 100 грамм где-то 25 гривен 100 грамм сколько положат сколько не заплатите возьмем вилочку тоже плотная посуда вилки плотная хорошая хорошая одноразовая посуда картошка поджарена и подпечена мы видим по запаху давайте по запаху что-то может добавлено что-то по-моему ты добавлен чесночок сейчас попробуем все это скажем конечно картошка не вкусно просто какой-то привкус может она конечно долго лежала ее просто разогрели картошка мне не нравится это двойка такая вот картошечка по запаху вроде чесночок ничего не чувствуется просто запеченная картошкой все так и порция выглядит порция сколько вы попросите сколько вам наложить 100 грамм где-то 25 гривен стоит этой картошки давайте можем картошку у нас остался бифштег с яйцом и остался винегретик а еще у нас есть сладкий сыр и мы взяли попробовать сыр и давайте посмотрим винегрет ну я вот смотрю я вам честно скажу по виду винегрет но это не первой свежесть или негрет опять же давайте попробуем по вкусу по запаху начало запах огурцов сладкий буряк чувствуется врез послевкусия соленого огурца ну вот мне не хватает соли может но солянок нету на столах может быть конечно можно было посолить такое он тоже где-то на 4 с минусом давайте еще раз его попробуем насыщенно просто как я не знаю даже наверно хуже чем столовой делается мне не нравится даже тройка где-то не двойка но тройка не нравится масла не хватает соли не хватает столовский вариант ниже столовой мне кажется даже опять же цены мы уже все сказали вам где-то 35 25 лет за 100 грамм не не лет мне не рекомендую винегрет салфетки сам берешь можно взять салфетки там на баре самому и все сколько тебе надо там и так дальше давайте посмотрим бифштекс маленький такой небольшой бифштекс сверху яйцо посмотрим что яйцо видно ли пожарено или обрезано черное здесь по бокам яйцо глазуня ну видно что не долго лежал он яйцо давайте его просто вот так вот разобьем сильно не развивается потечет попробуем этот бифштекс вот я слышал сейчас люди брали борщ борщ брали 12 гривен 100 грамм больше стоит ну это я считаю что не дорого давайте бифштекс еще раз попробуем просто тут люди берут покупают я слышу что говорят что в 12 гривен 100 грамм стоит борщ давайте попробуем яйцо по запаху нормальный запах яйца давайте попробуем хорошо пожарено яйцо опять мне не хватает соли это уже на любителя конечно можно было посолить также бифштекс бифштекс так он выглядит посмотрите так это все выглядит бифштекс ну понятно ножа нет он жесткий я просто его отпущу мне не очень то есть ну где-то тройка это где-то троечка такой бифштекс на троечку опять же яйцо не соленое не перчено я не понимаю вот так вот это все выглядит яйцо дополняет бифштекс но он как бы мне кажется что добавлено или хлеб сюда или что-то мы такое небесное он такой как такое непонятно чуть-чуть вкус такой мяса мало чувствуется тоже тройка где-то бифштекс ну не очень не очень давайте попробуем эспрессо эспрессо 20 гривен я не думаю что если такой вкус у блюд то эспрессо будет идеально но мало ли один сахар сюда положили на эспрессо мы сейчас попробуем запах хорошего эспрессо то что я и говорил до 3 балла эспрессо это тройка потому что просто ненасыщенный вкус просто горечь и все понятно что здесь не стопроцентная арабика или робуста я вообще не понимаю да куда дешевая кофе цена 20 гривен среднем эспрессо стоит где-то 25-30 гривен за 30 гривен уже хорошее эспрессо выпить смотрите мои ролики и смотрите сколько стоит эспрессо хорошие спрессо где можно выпить хороший кофе это эспрессо тройка мне не нравится это эспрессо опять же водянистая просто горечь и все спрессу платит такой бумажный стаканчик мне кажется что воды здесь много топовый стаканчик воды тут 50 миллилитров хотя эспрессо где-то может должно быть 40-30 миллиметров остался у нас сырник берем эспрессо сырник вот так вот выглядит взял и один потому что ну на них есть не хотим как просто сейчас мы его опять за 100 грамм там по-моему 25 гривен возьмем вилочку вытрем посуду посуда качественно да мне нравятся вилки плотные тарелки классные такие и посмотрим сырник ну сырник плотный хорошо с одной стороны хорошо поджимать другой бледнее опять же опять же давайте вот так вот его попробуем разломать на ломается вот смотрите сырник видите сыр здесь я сыра не вижу запах сыра есть но его очень мало смотри просто мука хотя еще раз близко посмотрим вот видно да что муки тут больше чем сыра в этом сырнике опять же давайте попробуем по вкусу этот сырник по запаху пахнет нормально горечь масло сырник жарили не на раскаленном масле он пропитался маслом от масла чуть-чуть горечь чувствуется мука творога почти не чувствуется в сырнике то есть сыра добавляются творог мука и делается сырник но здесь он не чувствуется по вкусу это тройка по вкусу просто тройка да не очень что-то в этом заведении кормят опять же напоминаю там больничество больница на территории больницы мечникова находится столовая ежа заходите центральный вход мечникова заходите увидите ежа люди приходят кушать меньше людей много лежачие то есть которые здесь приходят кушают и много солдат кушают конечно ну еда не очень опять же давайте скажем 170 гривен это все нам обошлось эспрессо 20 гривен больше 12 гривен 100 грамм мы услышали потому что они говорят цены просто цены прямо на витрине людей много я не могу там снимать среднем 25 гривен 100 грамм блюда стоит винегрет мы уже сказали где-то наверное долго не очень свежий долго стоял где-то по вкусу он никакой просто масла не хватает соли не хватает бифштекс яйцо нормально опять же по соли мне мало может было рассолить но нечем досолить бифштекс жесткий и мне кажется что там хлеба больше чем мясо и он жесткий просто не сильно но он жестковатый сыр не конечно но нельзя так готовить потому что масло чувствуется не чувствуется почетвора просто тесто пожаренное на масле и более на холодном масле которое просто впитал сырник эспрессо 3 балла опять же водянистый эспрессо мне не нравится этот эспрессо да вот он больше 12 гривен 100 грамм я думаю это где-то вышло где-то может 30 гривен 25 этот больше вышел мясо присутствует вообще посмотреть до перец сразу вкус перца потому что кусок перца плавает здесь сразу баллацкий перец в принципе нормально поесться такие деньги опять же цена-качество говорим картошка нет вообще не берите мне не нравится ну просто кошмарная чуть-чуть это два балла просто по вкусу она мне надо просто старая долго лежала где-то просто ее разогрели такой вот получается у нас обзор ставьте лайки подписывайтесь на канал александра стрельченко столовую и же я не рекомендую я сюда еще не зашел не всегда у меня все хорошо на канале то есть блюдо хорошо отлично почти отлично нет вот посмотрите мы только что поели можете посмотреть ролики до того как мы снимали столовая кафе посмотреть качество там блюд там качество блюд просто лучше и в там вкуснее опять же вообще смотрю мы не снимаем кучу людей заходим сейчас обед здесь блюдо просто привозят они здесь не готов этот вид тут нету кухни я не вижу тут кухни просто понятно что блюдо пока доезжает они остывают и опять их разогревают и может быть что-то дольше лежит что-то меньше лежит в общем по вкусу мне тройка это тройка это удовлетворительно ну наверное хорошо что не двойка то есть я сюда еще не зашел я что-то лучше где-то нашел или лучше сделал бы шоуруму опять смотрите мои ролики про шоуруму статей хорошего шаурмала ради себя нету синфуд готовит посмотрите мои ролики про шоуруму заведение не рекомендую ниже можете прийти попробовать может вам что-то больше понравилось что опять же что то есть там может кашу взять а может гречку взять какие-то еще там пюре так и так дальше пирожки одни же делаю там пирожок 15 гривен стоит 9 гривен разные пирожки и опять все по весу продают ну вот что плохо что мне не понравилось сразу нету ни компота ни узвара ничто чтобы запить там есть пепси кола какая-то еще там эспрессо или чай или какой-то сок вот своего нету напитка то есть или узвара или допустим компота что конечно странно можно было как собирать компот продавать компот и люди тоже пили компот я тоже бы взял бы попробовал какой у них компот с вами был александр стрельченко приходите пробуйте это опять же напоминаю вход в больницу мечникова на территории сразу на территории больничной больницы мечникова столовая и же столы нормальные качественные столы сидим на таких диванчиках красного цвета дермантиновых на таких как кожа как сейчас правильно говорить это как кожа нормальный день ничего не порвано посуда качественные хоть она и пластиковая но на качественные послали тонками хорошие вилки плотные и также тарелки тоже плотные то есть такие берешь сразу и на все так вот неудобно нести или две тарелки ставишь это как раз классно такие вот посуда за посуду лайк за пластиковую посуду лайк все остальное мне не понравилось и да нет я не рекомендую вижу на территории больницы мечникова приходите пробуйте ставьте лайки с вами был александр стрельченко всем пока пока